Улица Риту или Восточная расположилась близ центра Новой Вильни. Раньше между частными домами улицы была дорога. Ну, как дорога? Глиняная каша. Руководство района недавно проложило асфальт между домами. Для жителей этот факт уже стал маленькой победой. Только этот асфальт не решает проблемы пешеходов. Людям приходится ходить во время движения транспорта, прижимаясь к заборам. А говорить о мамах с колясками и проезжающих большегрузных автомобилях вообще не приходится. Зимой на улице Риту под колеса автомобиля попал ребенок. А в тот день я уступал, стоял на той стороне дороги, на четной стороне. Она нечетная, стояла девочка и держалась за забор. Так как трудно было ей пройти. А на встречу шла машина, и она уступала на дорогу машине. И как только поравнялась машина, как-то скользнула, оторвалась от забора, делала несколько шагов и упала прямо под колеса. Там надо было видеть состояние водителя, хотя ни ребенок, ни водитель не были виноваты. Проблема в том, что территория забора, как вы видите, у нас за спиной, на 8-10 метров захвачена хозяевами здесь частных домов. Тогда ребенок сильно не пострадал, автомобиль вовремя затормозил. Хорошо, что все обошлось, только ситуация может повториться в будущем. На самом деле, проход для пешеходов здесь явно не из лучших. По всей траектории улицы расположились около 20 частных домов, а заборы являются ограничительной чертой дороги. Только один хозяин установил забор, создавая удобство пешеходам. Это заметно. Для того, чтобы разобраться в ситуации, мы обратились в Государственную строительную инспекцию по территориальному планированию при Министерстве защиты окружающей среды. И служба оказалась готова разобраться в сложившейся ситуации. В связи с отсутствием полной информации о ситуации, об условиях строительства заборов на указанной улице, их легальности, стройинспекция просит жителей района обратиться в письменном виде в службу и полностью описать факты и аргументы, связанные с постройкой заборов. Если инспекция, согласно компетенции, данный случай рассмотреть не сможет, то заявление жителю будет отправлено в ответственное учреждение для исследования фактов. То есть для того, чтобы выиграть лотерею, в первую очередь нужно купить лотерейный билет. Инспекция советует жителям, столкнувшимся с подобной ситуацией, не молчать, а обращаться в госслужбы. Вопрос нелегальных построек заборов решается в нескольких направлениях, в зависимости от того, кому принадлежит земля под забором – государству или собственнику. Ирина Высокович, Мартина Свитцбелес, Первый Балтийский канал. Субтитры создавал DimaTorzok